В последнем выпуске нашей программы мы начали говорить о теософии, разновидности оккультизма, которой многие в наше время увлекаются. Тогда мы сказали, что теософия имеет целью примирить все религиозные системы и доказать одинаковость их происхождения и сходство их основного содержания и учредить единую мировую веру, основанную на этике. Теософии утверждают, что все религии мира основываются на одной и той же истине, и потому для теософии нет религии выше истины. Приверженцы этого мировоззрения утверждают также, что теософия имеет отделы экзотерические, то есть внешние, для всех открыты, и эзотерические, тайные, не для всех доступные. Для христианской церкви это положение неприемлемо, так как истина открыта для всех. Об этом Христос сказал в Евангелии от Матфея. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях», — сказал Христос. Как представляют теософии Бога? Согласно теософии, Божество есть вечный, беспрерывно творящий строитель Вселенной. Бог есть всемирно разлитый безграничный принцип, и человек не может избежать проникновения и поглощения этим Божеством. По природе своей я-человека едино с этой мировой сущностью, исходит из нее, и внутренний человек есть единственный Бог, и эту Божественную сущность человек познает внутри себя. Таково вкратце представление теософов о Боге. Здесь христианская мысль о Боге, как о личном и надмирном, сверхприродном существе, категорически отвергается. По христианству мир сотворен из природы, чуждой Богу, и самую мировую сущность, материю или энергию, Бог сотворил, и она стала быть после того, как не было, не существовало. По христианству воли и могущества вечного Бога было достаточно, чтобы эта материя стала быть. У христианского Бога есть передача его природы Сыну Божьему. Сын, воплотившись, став человеком, этим самым принял природу сотворенного им мира, но не смешался с ней и сохранил неслиянно обе природы, божескую и человеческую. По христианскому учению мы, люди, не по рождению, а творение Божие, хотя в нас вложен образ Божий, но не по существу, не как носители природы Божьей, а по благодати, по силе Божьей и по добровольному подражанию совершенствам Божьим. Теософское смещение Бога с природы и поклонение творению вместо Творца и вместе с этим самому себе – иск в каком-то смысле восстановления древнего язычества и по духу идолопоклонства, хотя и под видом философского пантеизма. Такое учение может человека привести к атеизму, ведь и буддизм в чистом виде, откуда взято теософское учение о Боге как сущности природы, есть атеизм. Учение теософии, взятое из всех религий и сказавшее, что нет религии выше истины, поставив себя и над христианством, поставило и Христа в ряд с Буддой, Конфуцием, Магометом, Заруастром и прочими основателями религии. Упор теософии – учение о морали, которое у всех религий приблизительно или существенно одинаково. Но сущность христианства совсем не мораль. В христианстве мораль – средство к восстановлению образа Божия в человеке, испорченного грехом, а не цель, которая есть в Царство Божие, жизневечной этого чистого образа Божия в человеке с Богом. Сущность христианства в том, что во Христе Бог явился в плоти, сошел с неба на землю для того, чтобы человека возвести на небо. По христианству Христос, приняв природу человеческую и явив в ней чистый образ Божий, учил пути в Его Царство и примером своей жизни показал Его. Он дал прощение грехов кающимся. Он умер, как все люди, но победил смерть своим воскресением, установив всеобщее воскресение человечества в новом теле. Он взошел с этой новой природы человека на небеса, открывая туда доступ всем. Оттуда Христос послал Утешителя, Святого Духа, который своей благодатью основал церковь, продолжающую на земле дело Христа. Таким образом, конечное спасение человека совершено было всей жизнью Христа. В этом он разительно отличается от всех прочих основателей всех мировых религий, в том числе и теософии, представляющей собой синтез всех мировых религиозных учений. Теософия отвергает христианскую веру во всеобщее воскресение мертвых, утверждая перевоплощение душ. Теософия отвергает также идею новой души, творимой для каждого новорожденного ребенка вместе с зачатием. По теософскому учению души предшествуют, исходя из мировой души, и по многу раз перевоплощаются, пока не достигнут совершенства, чтобы снова слиться с мировой душой. Предшествующее существование, по учению теософии, объясняет наше настоящее счастливое или несчастливое состояние, так как человек несет последствия своего прошлого или возмездия, но с целью улучения и своего усовершенствования. По буддистскому преданию, Сакия Муни, чтобы стать Буддой и достигнуть совершенства, был 83 раза аскетом, 53 раза царем, 24 — брамином, 43 — богом деревьев, 5 раз рабом, 1 раз плясуном, 2 раза лягушкой и 2 раза свиней. Теософия, хотя существенно вырастает из индийской философии, но считает себя выше буддизма и утверждает, что человеческая душа перевоплощается в человека же. Теософы видят подтверждение идеи перевоплощения в словах Иисуса Христа об Иоанне Крестителе, который назван им пророком Ильей. Он есть Илья, которому должно прийти. Но ведь еще до рождения Иоанна Крестителя в Евангелии от Луки о нем было сказано, что он придет перед приходом Христа в духе и силе Ильи. Указания на веру в перевоплощение теософы видят в вопросе апостолов к Кресту относительно слепорожденного. «Рави! Кто согрешил, он или родитель его, что родился слепым? Потому что согрешить в настоящей жизни слепорожденный не мог». Христос ответил, «Не согрешил ни он, ни родители его, но чтобы на нем явились дела Божии». Таким ответом Христос пресекает буддийское учение о личном перевоплощении и возмездии в нем за прошлые личные грехи ныне страдающего. По христианству последствия греха всеобщи, как в болезни, так и в смерти, и Христос пришел уничтожить грех своим прощением. Далее, связанный с идеей перевоплощения теософский закон возмездия, кармы, отрицает право Бога прощать людям грехи. По теософии, возмездие за грехи бывает только здесь, на земле. В будущем существовании человека он, постепенно усовершенствовавшись через ряд воплощений, все равно достигнет погружения в ничто. Возвращаясь к выводам из теософского учения о Боге, как о безличной сущности самого мира, невольно приходишь к заключению, что молиться этой сущности нельзя и даже невозможно. К безличному существу с личными просьбами бесполезно обращаться. По словам Будды, не проси ничего умолчания, ибо оно не может ни говорить, ни слышать. Мы передавали окончание, начатого на прошлой неделе очерка об оккультизме.